На Псалом 148 Хвалите Господа с небес, хвалите Его, Вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Так обыкновенно поступают святые по великому своему благоговению. Когда они намереваются благодарить Бога, то призывают многих к участию в словословии и приглашают присоединиться к ним для этого доброго служения. Так поступили три отрока, которые, находясь в печи, приглашали все твари к прославлению оказанного им благодеяния, к словословию Бога. Так поступает и здесь пророк, призывая тот и другой мир, горний и дольний, чувственный и духовный. То же делает пророк Исаия, когда говорит, радуйтесь небеса и веселись земля, ибо помиловал Господь народ свой. Исаия 49.13 И тот же псалмопевец, когда говорит, когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова, и из народа иноплеменного, горы прыгали, как овные холмы, как агнцы. И еще Исаия в другом месте. А блокада кропят правду. Исаия 45.8 Как бы находя себя одних недостаточными для прославления владыки, они стараются сделать всех участниками словословия. Особенно часто делает это псалмопевец, например, когда говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии, и еще сильные крепости, творящие слово его. Этим он внушает еще нечто другое. Что же такое? То, чтобы никто из безумных не думал, будто существует два создателя. Так как твари различны, отличаются друг от друга по существу своему, именно одни чувственные, другие духовные, одни видимые, другие невидимые, одни облеченные телами, другие бестелесные. То, чтобы кто-нибудь из различия созданий не стал заключать о двух создателях, пророк учреждает один хор, высылая Богу от всех одно песнопение и внушая, что одного и того же Бога должны словословить и горние, и дольние твари. И тем научая, что один создатель тех и других, он начинает с высших тварей и говорит, хвалите его все ангелы его, хвалите его все силы его. Он разумеет здесь херувимов, серафимов, господство, начало, власти. Это знак пламенной души, это свойство горячей любви. Побуждать всех к словословию возлюбленного. Это знак души, постоянно услаждающийся мыслью о Боге, изумляющейся и удивляющейся Его славе, преданной Ему. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса, небесы, воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не предет. Почему пророк, сказав немного о небесных силах, тотчас оставил их и, обратившись к видимым предметам, говорит о них пространно, перечисляя все по рознь, находящиеся вверху, внизу? Потому что эти предметы для тогдашних слушателей были понятнее, как видимые и находящиеся перед глазами. Потому и Моисей в повествовании о сотворении мира не сказал ничего, ни малого, ни многого о существах горних. Моисей начинает речь с неба и земли, потом переходит к солнцу, луне, растениям, плавающим, четвероногим и оканчивает человеком. Словами небеса и небес пророк не означает здесь множество их, но выражает одно и то же – небо и небес. Подобным образом в другом месте он говорит «небо и небес Господу, землю же он дался нам человеческим, и вода, которая превыше небес». Ты слышал Моисея, который говорит, что Бог одни воду поместил внизу, другие утвердил выше свода небесного, когда основал твердь среди бездны и повелел водам пребывать выше тверди. Но может быть кто-нибудь скажет, как могут все эти творения хвалить Бога, не имея ни голоса, ни языка, ни души, ни смысла, ни разума, ни органа голоса, ни мысли. Есть два способа словословия. Один посредством слов, другой посредством созерцания. И кроме того, третий посредством жизни и дел. Так и люди не только словами, но и молча могут возносить славу Богу. Как говорит Христос, да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они, видя ваши добрые дела, и прославили Отца вашего небесного. Ищу, прославляющих меня прославлю. 1 Царств 2.20 Бывает словословие посредством языка, как словословил Бога Моисей с Мариамию, когда говорил «Поем Господи, славно бы прославися». Бывает словословие посредством самой твари, как говорит тот же псалмопевец. Небеса поведают славу Божию, о делах руки увещает твердь. Так и здесь тварь прославляет его своей красотой, расположением, величием, свойствами, употреблением, служением, постоянством, пользой происходящей от ней. И так, когда пророк говорит «Хвалите Господа ангелы, силы небеса, луна, солнце, звезды, вода, которые превыше небес», то выражает, что каждая из тварей достойна премудрости Создателя и исполнена великих чудес. То же и Моисей вначале выразил кратко в словах «И увидел Бог все, что сотворил, и вот весьма хорошо». Прекрасно так, что прославляет Творца и располагает в зрителях словословию художника 545. Таким образом, хвалой пророк называет красоту тварей, которая доставляет хвалу Создателю. То же и Павел говорит «Ибо невидимо его, вечная сила его, а создание мира через рассматривание творений невидимо». И Псоматевец, сказав о тварях, и предоставив созерцающим их изучать их красоту, величие и пользу, сам указывает на виновника всех всего этого и говорит «Он сказал и создалось, повелел и явилось, поставил навек и век». Что творения прекрасны и удивительны, это видно при самом взгляде на них. А что они имеют Творца, не существует сами собой безначально, этого достаточно видно из самых слов его. Если кто-то сомневается, то пусть научится от меня, что они имеют Творца, художника, промыслителя и хранителя. Пророк внушает здесь две мысли, или лучше сказать три, а если внимательнее исследовать, то и четыре. Именно говорит, что Бог сотворил все, сотворил из ничего, сотворил легко и поддерживает сотворенное. Выражение «Он сказал» означает легкость действия, как и Павел изъясняет тоже и говорит «Животворящему мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Слово «называющим» указывает на легкость. А что Бог и поддерживает сотворенное, это показывает сам Пророк, прибавляя, поставил их навек и век веки. Смотри, как и здесь он опять выражает власть, могущество Божие. Не только словом «поставил», но и словом «по велению» означает его деятельность с человеческими выражениями. Как для тебя легко сказать и нетрудно дать приказание, так для Бога создать несуществующие и поддерживать сотворенное. Или даже не так, но гораздо легче. Невозможно и представить чрезвычайную легкость, в какой он сотворил все. И удивительно не только то, что он поддерживает все и что законы природы остаются непреложными, но и то, что они остаются бесконечно долгое время. «Представь, сколько прошло веков, и ничто из существующего не разрушалось, ни море не затопило земли, ни солнце не сожгло вещей видимых, ни небо не поколебалось, ни пределы дня и ночи не смешались. Равно ни перемены времен годы, ни что-нибудь другое подобное, но каждую из тварей, низших и высших, он устроил так, что она во всей точности соблюдает однажды назначенные ей в начале пределы. «Сказав о тварях высших и небесных, пророк нисходит потом на землю». Как поступил он в отношении к высшим тварям, именно начав с превыше небесных, перешел к небесным, так и здесь от небесных переходит к земным. Есть люди, которые говорят, что находящиеся на небе твари достойны творчества Божия, а земных порицает, указывая на то, что здесь есть скорпионы, ехидны, драконы и прочие роды диких зверей. Также дерева бесплодны, поэтому пророк, как бы опровергая их, раскрывает свой предмет с другой стороны. И посмотри, как он поступает, опустив тех животных, которые несомненно признаются добрыми и которых польза доказывается опытом, как-то овец, тволов, ослов, верблюдов и прочих животных, служащих нам перевозке тяжести. Он обращается к животным, которые кажутся бесполезными, указывая на драконов, на непроходимую часть моря и на то, что кажется вредным. Как-то огонь, град, снег, иней. Потом на бесплодные дерева, горы, оставив поля и равнины, удобные для земледелия и произращения добрых плодов. Он переходит к горам, холмам, к местам пустынным и упоминает о животных, присмыкающихся. Впрочем, чтобы яснее видеть это, нужно высушить самые слова его. Хвалите, Господа, земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его. Горы и все холмы, деревья, плодоносные все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые. Для чего он так составил свою речь? Для того, чтобы сильнее доказать промышление Божие. Если и те твари, которые кажутся бесполезными и враждебными роду человеческому, так прекрасны и так полезны, что возносят хвалу и славословие Богу своим составом, то представь, каковы прочие. Если угодно, рассмотрим каждую из названных тварей. Змеи, говорит, все бездны. Змеями он называет здесь китов, рыб. Как и в другом месте, говорит, змей, которого создал Левиафан, играть в нем. И во многих местах это животное так называется. 547. Но как, скажешь, это животное прославляет Творца? А как оно не прославляет? Когда ты посмотришь на его величину и состав тела, которому с большой подробностью писание говорит в книге Иова. 40.11. То можешь ли не удивлять и создателю, произведшему такое животное? И не только по своей величине оно достойно удивления, но и потому, что для жилища ему назначена непроходимая часть моря. Удивительно и то, как это дикое и огромнейшее животное не приступает к своих пределам, но остается в назначенных ему для жительства местах. И не только не выходит на земли или на обитаемые страны, но не вредит и той части моря, которая удобна для мореплавания. И не истребляет разных родов рыб, но живет в своем месте. И не только это заслуживает удивления, но и в самой глубины бездны. Что сказано об этом звере, тоже можно заметить и о море. И оно бывает неудержимым во время сильных ветров. Имея такое множество воды, не выходит из своих пределов. Не затопляет соседней земли, но также связано неразрывными узами, хотя вода по природе своей беспокойна. Если же оно имеет столь огромную величину и возмущается такими ветрами, то представь, как велико чудо, что оно не выступает из своего места. Несмотря ни на беспокойную свою природу, ни на огромность, ни на силу ветров, но при таком беспорядке соблюдает совершенный порядок. Размышляя об этом, ты можешь отсюда составить хвалу Богу и удивляться его могуществу, премудрости, силе, власти. Есть и другие неизъяснимые причины этих явлений, которые знает ика сам Создатель. Потому и сказал некто, не говори, почему сие, для чего это, ибо все в свое время явится полезным. Терах 39.22. Огонь, град, снег, туман, ветер бурный, творящий слово его. Здесь пророк прибавляет к вышесказанному нечто новое. В предыдущем псалме он удивляется тому, как снег иний в короткое время покрывает всю землю, как он оттвердевает, изменяется, превращается в противоположное состояние. А здесь он удивляется тому, как вещи, происшедшие из небытия, продолжает бытие. И, продолжая бытие, совершает дело служения Богу, хотя сами неразумны, и приводит повеление его в исполнение с великой покорностью. Даже одна и та же вещь по повелению его часто производила действия по свойству своему противоположной, как, например, в Вавилонской печи. Огонь не сожигал и орошал, совершая в одно время то и другое. Но скажешь, разве это заслуживает благодарности? И великой. Бога должно прославлять одинаково как тогда, когда он наказывает, так и тогда, когда избавляет от наказания. То и другое свидетельствует об его попечении. То и другое есть дело его благости. Люди одно делают по доброте, а другое по злобе и гневу. Но Бог делает то и другое по человеколюбию. Так одинаково должно прославлять его и за то, что он поселил Адама в раю, и за то, что изгнал его, и благодарить не только за царство, но и за Гиенну. Потому что и ее он приготовил, и ей угрожает для того, чтобы отклонить нас от зла. Как врача мы уважаем не только тогда, когда он питает, но и тогда, когда изнуряет голодом. Не только когда выводит на улицу, но и когда заключает до ума. Не только когда намощает, но и когда жжет и отсекает. Потому что хотя эти действия противоположны, но имеют в виду одну цель. Так и Бога должно прославлять за все. И тем более, что там человек, а здесь Бог. И что те действия часто имеют противоположный исход. А дела Божии совершаются с величайшей премудростью и промышлением. Град и огонь не только служат наказанием, но и они иногда избавляли от наказания, прекращали войны, прогоняли нападавших, неприятелей. Или ты не знаешь, сколько чудес сотворено посредством этих стихий в Египте, у иудеев и при нашем поколении. Сила повелевающая такова, что он часто и посредством стихии совершал такие же чудеса, какие совершал посредством ангелов, этих разумных и верховных сил. Для того, чтобы когда совершает их ангел, кто-нибудь из безумных не приписал их ему самому, но приписывал бы повелевшему. Так прекратил ли ангел войну? И Град также прекращал ее. Истребил ли ангел первородных? И морская буря истребляла целый народ. Потому за все благодари человека, любимого Бога. Горы и все холмы, дерева подоносные, все кедры, звери, все скоты, гады, птицы небесные. Посмотри, как пророк останавливается более на предметах, не столь полезных, на горах, оврагах, холмах, диких зверях, пресмыкающихся деревах бесплодных. Дерева, плодородные сами собой, представляют очевидную пользу, равно как ровные поля и кроткие животные. А дикие звери, пресмыкающиеся, горы и бесплодные дерева, какую, скажешь, приносят пользу? Великую и много способствующую к поддержанию нашей жизни. Так горы и холмы, бесплодные дерева, весьма нужны нам для строения. Так что если бы их не было у нас, просто ничто не защищало бы рода нашего от истребления. Как ровные поля нужны нам для питания, так бесплодные дерева и камни нужны для построения домов и для приготовления из них бесчисленного множества других изделий. А змеи, скажешь, скорпионы, драконы, львы, какую приносят выгоду для жизни? Какая от них польза? Великая и неизвеченная, не меньше, чем от кротких животных. Те полезны для телесных потребностей, а эти внушают тебе страх, делают тебя благоразумным, приучают к борьбе, приводят тебе на память грех прародителя в раю и показывают, каких зол бывает причиной непослушания. Прежде звери не были такими, не были страшными и опасными для человека, но были кроткими и ручными. Бог привел их к Адаму, и он нарек им имена. Змей говорит с Евою, и Ева не убегает от него. Но когда заповедь была нарушена и оказано было непослушание Богу, тогда уменьшилась честь человека. Поэтому, когда ты увидишь льва или змея, то вспомни об этих событиях, и они послужат тебе немалым поводом к любомудрию. Вспомни также о Данииле, как страшные звери сделались для него не страшными, когда он возвратился к древнему образу Божию, равно как и ехидны для Павла, и ты приобретешь отсюда немалую ревность и попечение душе. Вместе с тем и по другой причине нужно делиться устроению и распоряжению о них Божию. Почему? Потому что он назначил им для жительства места, удаленные от городов, пустыни. Будучи страшными, они не обитают в городах и не нападают на живущих в них, но любят и предпочитают пустыню, так как Бог из ревли назначил им ее, чтобы они там имели удобное и свойственное себе место жизни. Когда ты спишь, они ходят по пустыне. Так и пророк в другом месте говорит, положил тьму, и бывает ночь, и бродят все звери. Видишь ли, как и теперь еще остаются следы твоей власти, хотя и сокращенные, однако свидетельствующие о прежней чести. Дикие звери, как беглые рабы, отделены от тебя и временем, и местом. Если ты сам не пойдешь к ним, то они не нападут на тебя, но будут жить в пустынях. Когда ты огорчаешься и недоумеваешь, для чего сотворены дикие звери, то поступаешь весьма безрассудно. Потому что если ты сам будешь хорошо вести себя, то не потерпишь от них никакого вреда. Если же потерпишь вред от зверей, то вспомни, что и от людей ты часто терпишь вред гораздо тягчайший. Человек бывает хуже зверя, тот прямо обнаруживает свое зверство, а этот скрывает свое злоу под видом кротости, и потому часто бывает трудно остеречься его. Впрочем, если ты будешь благоразумен, то ни зверь, ни человек не только не причинят тебе никакого вреда, но еще принесут весьма великую пользу. Но что я говорю о звере и человеке? Когда и сам дьявол не только не причинил никакого вреда Иову, но и послужил для него поводом к получению бесчисленных венцов. И что я говорю о звере и человеке? Когда от заключающихся в тебе веществ, если будешь не родив, можешь потерпеть гораздо больший вред, как, например, от желчи или мокроты, или какой-нибудь неумеренностью дозволишь им слишком умножиться, так во всем нужно внимательное благоразумие. Как при нерадении ты получаешь от них величайший вред, так при благоразумии и внимательности приобретешь от них же немаловажную пользу. Все зависит от твоей воли. Так, почему во всей природе служат снег, огонь и буря? К тому же в теле служат мокрота, кровь и желчи. Поэтому нужно умерять их с величайшим благоразумием, чтобы получить от них какую-нибудь пользу, а не вред. Но что я говорю о теле? Когда и душа имеет такие принадлежности, которые делаются болезнями, если допустишь их дойти до неумеренности, а когда умеряются, то служат в пользу. Так гнев, если будешь пользоваться им как должно, служит спасительным врачевством. А если неумеренно, то бывает причиной погибели. И похоть, управляемая с умеренностью, делает тебя отцом, так как она бывает полезной для рождения детей. А если неумеряется, то часто вергает тебя в блуд и прелюбодеяние. Итак, не слагай вины на посторонние предметы, но всегда обвиняй свою волю. Если ты будешь оставлять ее в пренебрежении, то потерпишь вред и от себя самого. Погибнешь и от собственного тела. А если будешь благоустроять ее, то не испытаешь ничего худого и неприятного, ни от бесов, ни от дьявола, а не только от зверей. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки. Здесь пророк говорит о другом виде промышления Божия, о начальниках. Так и Павел в посланиях к кремлинам весьма мудро указывает, что разделение всех людей на начальников и подчиненных есть дело премудрости Божией. Ибо Божий слуга, говорит он, тебе на добро. Если ты уничтожишь от порядок, то все погибнет. Если и теперь, когда между начальниками есть много дурных, самое дело это так нужно, что и при дурных качествах начальников бывает от них великая польза, то представь, каким благоденствием наслаждался бы род человеческий, если бы имеющие в руках своих власть хорошо распоряжались ею. Впрочем, учреждение власти есть дело Божие, а то, что к ней допускаются люди порочные и пользуются ей не так, как должно, зависит от испорченности людей. 551. Итак, пророк говорит, что должно возносить великую благодарность Богу и за то, что есть цари, и за то, что есть судьи, имея попечение благоустройстве людей, чтобы многие из них не жили бессмысленных зверей. Бог учредил власть начальников и царей, как бы бразды для управления колесницей или кормила для управления кораблем. Поэтому, если ты начальник, то благодари человека, любви его Бога за то, что ты удостоился участвовать в таком попечении. Если ты подчиненный, то опять благодари его за то, что имеешь начальника, который печется о тебе и не дозволяет злым людям строить тебе козни. Достиг ли ты старости или еще молод, благодари Бога. Весь этот псалом особенно научает тому, что должно за все прославлять Бога. Хотя бы ты был начальником, хотя бы принадлежал к простому народу. Выражая это, пророк и сказал, все люди, юноши ли, или старец, жена, или муж, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа Своего. Слава всех святых Своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Смысл слов Его следующий. Из всего видимого я показал Его промышление. Славу, величие. Но должно славить Его не только за это, но и без этого. Действительно, и прежде этого, и без этого Богу принадлежит величие, слава и благодарность от всех. Выражение того единого здесь употреблено в противоположность мнимым богам. Потом, возводя слушателя к высшим понятиям, пророк опять переносит его от земли на небо. Как в начале Псалма он не сходил с неба на землю, так теперь от всего видимого возводит слушателя выше неба и говорит исповедание его на земле на небеси. То есть, хотя и высшие силы, невидимые и духовные, не перестают благодарить и словословить Бога, но столь великий и столь благий Бог удостоил и нас назвать своим народом. И не только назвать, но и возвысить и возвеличить. Поэтому Он и присовокупляет и вознесет трог людей своих, опять побуждая их этим усерднейшему служению Богу и внушает, что он не имеет нужды в их служении. Как может нуждаться в нем тот, кому по естеству его принадлежит славой и подчиненность столько тварей? Но по одной благости приблизилось к себе, прославил и возвеличил по всей вселенной. Это выражает пророк словами песен преподобным его сынам Израилем, людям приближающимся ему, чтобы выражение людей своих не подало слушателям повода сделать обеспечными и надменными, чтобы они, надеясь на одно это название, не стали не родить, а душевных добродетелей. Пророк после слов есть всем, не сказал просто людям, но он возвысил рог народа своего, всех святых его. присовокупляет приближающимся к нему смысл слов его следующий, если вы будете праведными, если станете приближаться к нему, то удостоитесь великой славы, все принадлежащее ему постоянно, потому что он так богат и так славен, но мы должны делать должное с нашей стороны, тогда и мы достигнем великого прославления, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.